Сейчас Мурманская область прочно удерживает лидерство по привлечению инвестиций в арктической зоне Российской Федерации. Растет количество инвесторов и резидентов региональной территории опережающего развития. Действующая система преференций для бизнеса и туризма позволила привлечь многомиллиардные проекты, создать тысячи рабочих мест для северян. Сейчас корпорация развития региона курирует реализацию более 70 проектов в сфере логистики, модернизации ЖКХ, дорожного сервиса с общим объемом инвестиций более 400 миллиардов рублей. Самое популярное среди льгот – это получение земельных участков без проведения торгов, а также субсидирование страховых взносов на работников. А с текущего года также упрощены условия получения таких супер-льгот. Активно развивается проект «Новый Мурманск», который призван сделать столицу Кольского Заполярья уникальным современным пространством – с набережной, гостиницами, местами для отдыха и размещения. Строится и масштабный ветропарк – самый крупный заполярным кругом. Кольская ВЭС сможет вырабатывать порядка 750 гигаватт-часов в год, избегая при этом выброса около 600 тысяч тонн углекислого газа в атмосферу. Ветропарк будет состоять из 57 ветроустановок. Общий объем инвестиций составит около 273 миллионов евро. Это наш маленький вклад в бюджет Мурманской области. Активно развивается и частногосударственное партнерство. По этому механизму уже построена ледовая арена «Метеор» в Мурманске. Создан Центр репродуктивных технологий, модернизированы котельные на Терском берегу. А в следующем году будет модернизирована система теплоснабжения в Кавдоре. Появился институт уполномоченных по инвестициям при муниципалитетах. И привлечь к этому важен не только крупный бизнес, но и активных северян, готовых вкладываться в развитие своего региона. Это может быть не только инвестор, который уже осознал, что он инвестор и понимает, какой проект он хочет реализовать, но и просто житель области с какой-то бизнес-идеей. Может быть, это молодой житель области. Потому что сейчас корпорация запускает проект по информированию школьников, старших классов, студентов о том, какие проекты реализуются в регионе. С каждым годом количество инвестиций, которые удается привлечь в регион, растет. И это важно. Новые объекты, предприятия, рабочие места, развитие туристической сферы – все это позволяет региону развиваться высокими темпами.